Еще нет восьми утра, на улице идет дождь, неотключено уличное освещение, а в дома задолжников идут представители Хостинской администрации, налоговые службы, судебные приставы. Цель одна – достучаться не только в квартиры, но и до сознания граждан. Налоги надо платить. Об этом знают все, но не платят. Причины бывают разные. Сейчас многие ссылаются на кризис. В итоге многолетний долг вырастает до 50 тысяч рублей. Суды и должники не являются. Повестки судебных пристав игнорируют. Когда уже на пороге сам судебный пристав, начинаются уговоры. Пусть он едет, сейчас разберется с вами. Нет, мы сейчас все имущество ваше опишем. А какой еще имущество? Вот, поместо регистрации. А потом уже будете разбираться. Стипечку. Не слышу. Дайте нам один день. У вас есть один день, чтобы обладать эту зону. Не оплачивая транспортный налог или налог на землю, многие рассчитывают на обозь. Но, как правило, только создают для себя дополнительные проблемы. Человек уведомляет, что у него есть задолженность. Если человек игнорирует это уведомление, как бывает в большинстве случаев, выносятся требования об уплате налога. Если он эту стадию игнорирует, то передается материал в суд. И уже суд выносит судебный приказ о взыскании задолженность за счет имущества. Расставаться со своим имуществом, конечно, никто не хочет. Жить без холодильника, телевизора, да и всей бытовой техники сложно. Поэтому и боятся открывать дверь. Как часто бывает, после визита представителей службы судебных приставов, деньги, чтобы оплатить многолетние долги, сразу находятся. У меня на исполнении находится в районе 3000 исполнительных производств, судебных приказов и актов. Постановление налогового по 47-й и по 48-й ступе налогового владельца. Конечно, имущество, транспорт, земля, имущество. Больше всего это не платят. Совместные рейды сотрудников администрации, налоговиков и судебных приставов будут проводиться и дальше. Ведь время оплаты налогов давно истекло. Крайний срок был 1 октября. Теперь надо либо срочно вспомнить про долги, либо ждать, когда об этом напомнят контролирующие органы. Гелена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.